40 гектаров невероятного труда. Образцово-показательное поле было здесь до вчерашнего вечера. Град уничтожил все практически за полчаса. Оттуда туча пошла, прям черная-черная. Сначала ливневый дождь, сильный ветер. Потом град с голубиное яйцо, наверное. В течение получаса, 40 минут шел. Практически все пробил полностью. Все видно на лицо. Льдин было так много, что град заполнил траншеи между рядками. Стихия изуродовала все. Листья капусты превратились в кружева на кабачках и баклажанах, словно следы караеда. Перец просто разваливается в руках. И ни одного листочка. Стихия перечеркнула годовой труд фермерского хозяйства. Каждый кустик здесь высажен вручную. Рассада в огромных объемах выращивалась с февраля. Каждое растение на определенном этапе получало порцию экологически чистого удобрения. Фермер Игорь Цой выращивает овощи для Хакасии уже много лет. И в этот раз урожай был просто обеспечен. Сейчас действительно хорошо видно, насколько должен был быть урожайным этот год. Например, те же самые перцы. На каждом кустике по 10 плодов. Они некоторые еще совсем маленькие. Где-то цветут цветы. Но теперь это все годится максимум на корм скоту. Да и кустики сами тоже уже не отойдут. Даже если собрать уцелевшее сегодня, смысл от такой работы будет вряд ли. Плоды повреждены, а значит не смогут долго храниться. Продавать их тоже нельзя. Через повреждения могла проникнуть инфекция. Фермер даже не будет делать попыток спасти урожай. Он предлагает всем желающим собрать остатки. Например, для скота или выбрать немногие уцелевшие плоды. И через несколько дней начинает готовить поля к зиме. Первый год такой, что вот так вот. Бывало, что ветра, погоды не было. Но все равно урожай снимали. Неплохо. А в этом году прям подчистую все. Град разгромил и финансовую состоятельность фермы. Понеся затраты на полив, рабочих, горючее, удобрения и семена, за полчаса предприниматель стал банкротом. Та же самая участь постигла соседнее фермерское хозяйство. Там уничтожено 30 гектаров посадок. Сегодня на поля выехала комиссия Министерства сельского хозяйства Хакасии, чтобы оценить ущерб. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.